здравствуйте меня зовут андрей шашки мне 54 года и живы в питере последние 10 лет я работал в основном литературной сфере как автором так и литературным редактором однако в юности я закончил первый медицинский институт в ленинграде и потом стал психиатром а затем получил специализацию по психотерапии к сожалению моя работа в медицине не сложилась из-за кризиса в 90-х но я всегда старался помогать своим друзьям и знакомым в решении психологических проблем к сожалению со временем я стал понимать что решение самых сложных проблем невозможно теми методами психотерапии которые были мне известны и когда назрела такая необходимость мне на удивление подвернулась программа марафон по избычай мечт павла колесова сначала я хотел записаться на продвинутую программу но потом услышал про школу в к и прослушал еще один марафон и окончательно убедился в том что мне очень понятно то как подается материал не близки алгоритма по которым ведется работа и я несмотря на большую проблему финансах решил таки пройти полную программу по вк по тарифу платим за время обучения гораздо лучше начал понимать откуда берутся и как развиваются внутренние конфликты и освоил работу с ними через бессознательно но действительно оказалось гораздо эффективнее тех методик которые были мне известны раньше из самого построения программы мне понравилось поэтапное детальное объяснение которое годится даже для начинающих совершенно незнакомых с ней психологии не с психотерапии то что имеется чат где можно пообщаться с учениками в том числе давно закончившими школу есть живые касты где можно задать вопросы профессиональным коучем каждый из которых видит проблема с несколько своего ракурса касательно из своих личных изменений я пока не увидел каких-либо феерических спецэффектов кроме разве что того что повысилась уверенность себе и умение отстаивать свое мнение однако окружающие меня стали замечать что я по их мнению изменился в лучшую сторону больше всего из всей программы мне понравились такие моменты как методика возвращение инвестиций ну или обмен инвестициями оказалось что кроме мести за обиду или прощение обиды возможно третий вариант вернуть каждому свою можно вернуть не только зло но и вредные внушения установки напрасные ожидания свои чужие причем вернув свои себе избавляешься и от болезненные привязанности к тому в кого они были вложены и становишься более цельным к тому же с точки зрения энергетики оккультных наук можно сказать что такой возврат вреда действует очень во многих случаях причем нанесший вред не может от этого отказаться второе что мне запомнилось это то что вся жизнь это результат детских решений они по умолчанию остаются с нами навсегда причем для бессознательного все психотравмы происходят в настоящем времени именно оттуда берется так называемые триггеры которые человека могут привести в неадекватное состояние из-за совершенно незначительных на первый взгляд казалось бы фраз или каких-то действий именно поэтому следует не просто докапываться до психотравмы но и переписывать принимать новое решение для таких случаев ну и третье это то что отмечают многие это значимость любви к себе это гораздо важнее чем я думал раньше она дает не только основу для возможности дальнейшего развития но и уверенность в себе свои ценности и в своих силах невозможно и принимать что-то новое пока не поймешь что ты можешь стать счастливым не в обмен на что-то а просто так если ты не любишь себя безусловно ты всегда будешь требовать или ждать от других что-либо в обмен на свою любовь не скажу чтобы я полностью одолел эту задачу полной любви к себе но я на этом пути за время изучения первого модуля у меня случилось очень много тяжелых проблем поэтому сложно говорить о значительных успехах однако новые методики и работа на коуч-сессиях дала мне возможность удержаться на плаву правда произошло и одно неожиданное положительное событие но на этом модуле я пока о нем промолчу чтобы не сглазить что еще можно сказать о школе к сожалению на нашем потоке персональных сессий у павла борисовича не предвидится вот работа с учениками меня очень поразило в положительном смысле они оказались иной раз даже лучше чем сессии с профессиональными коучами возможно потому что ребята стараются от всей души на тему сколько я успел встранить внутренних конфликтов ну наверное всерьез нисколько слишком остались глубокие конфликты к тому времени как я пришел на школу но я продолжаю работать с ними и в целом все таки жизнь становится прекраснее и уже не одолевают депрессии как до записи на школу почему я выбрал эту школу я частично уже сказал потому что мне именно на этом языке получилось хорошо приноравливаться вставлять новые знания в имеющуюся у меня систему и много из полученного подтвердила мои догадки и дополнила уже известные знания наверное спустя какое-то количество лет я и сам бы мог дойти до чего-то из того что я узнал на школе но сейчас время дорого и я очень рад что все таки нашел эту школу потому что я понял к сожалению что очень многих проблем в отношениях я мог бы избежать зная это раньше именно поэтому я рекомендую данное обучение практически всем вне зависимости от специальности образования тем кто желает сделать лучше свои отношения разобраться в том что их мучает и не дает развиваться дальше и снять какие-то тяжелые психотравмы которые мешают жить и в дальнейшем уже понять в каком направлении надо развиваться чтобы сделать жизнь еще счастливее еще более наполненной оценить в деньгах данные знания я не могу потому что они бесценны и хотя они фактически материально мне не окупились но я считаю что вложился не зря и со временем возможно смогу принести пользу уже в качестве коуча по системе УВК в дополнение к тем знаниям которые я имел раньше желаю всем присоединиться к нашей школе и до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи